Блуждающая ньяла, отдых буйвола и антилопа гнув движение. Тем, кто не был в Южной Африке, а диких животных встречал только в зоопарке, будет что посмотреть на выставке «Африка изнутри и снаружи». Галерея «Экспост» открывает гостям Бушвельд – уникальный лесной регион ЮАР. Взглянуть на Африку изнутри можно глазами Риана Фурье. Он живет и работает в Бушвельде уже 20 лет. «Африка снаружи» на снимках российского фотографа Ольги Коноваловой. «Просто оторвалась, поснимала все, что можно было поснимать. И тут начинается вечер, начинается гроза. И просто понимаешь, что вот оно, вот оно дыхание всей Африки. Вот она земля, вот она гроза. И ух, это будет красивый отдых». Первый раз Ольга действительно поехала в ЮАР просто отдохнуть. Ее полевым гидом стал именно Риан Фурье. Отправляясь с туристами на сафари, он всегда берет фотокамеру. Отсюда и уникальные кадры. Ну а Ольга с первого дня, влюбленная в Африку, буквально не могла остановиться, снимая ее обитателей. Как просыпается домашняя кошка, видел даже ребенок. И он вряд ли испугается к сонной кошке подойти. А вот фотограф Ольга Коновалова не побоялась подойти и снять пробуждение самого царя зверей, находясь при этом всего в нескольких метрах от хищника. Благодаря работам Ольги сегодня и мы можем наблюдать за дикими кошками. И не только. Так, словно находимся от них на расстоянии вытянутой руки. Львы часто становились моделями Ольги. На выставке внимание всех гостей привлекает работа в свете прожектора. В темной африканской ночи у Ольга и Риан отправились искать льва. На льва направляем прожектор. И я начинаю снимать. Меня предупредили. Оля, ты только не вставай. Вот разговаривать можешь, но только не вставай. Выставка создана совместно с посольством ЮАР и Всемирным фондом дикой природы. В России 2017 год экологии. Поэтому часть средств от продажи билетов направится в ВВФ России. 28 июня в рамках выставки прошел день с ВВФ. Климатолог Алексей Кокорин развеял мифы о глобальном потеплении. А также рассказал про эффект Трампа и дал маленькие экосоветы. Уходя, гасите свет. И вы поможете спасти планету. Чтобы пообщаться с Алексеем после лекции, даже выстроилась очередь. Нам он рассказал основные направления работы ВВФ России сегодня. Главная, конечно, наша забота – это особо охраняемые виды, экосистемы. В ВВФ России, прежде всего в Арктике, на Дальнем Востоке, в горных районах. Это Алтай, Саян и Кавказ. То есть там, где дикой природы осталось много. Выставка открыта до 16 июля. Партнер проекта разыгрывает сертификат на путешествие в ЮАР. Чтобы стать участником розыгрыша, надо просто приобрести билет. Удачи! Аванеса Витисян, Ольга Бубнова, ТВ Брикс.